200 новых больничных коек для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией разворачиваются в настоящее время в областном лечебно-реабилитационном центре в Твери. Из них 190 будут оборудованы аппаратами ИВЛ. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» рассказал накануне губернатор Игорь Руденя. Как отметил глава региона, в настоящее время в Верхневолжье начался третий этап развертывания дополнительных специализированных мест для лечения пациентов с COVID-19. Подробности в нашем сюжете. Тверская область продолжает усиленную борьбу с распространением коронавирусной инфекции. И пока, судя по статистическим показателям, справляется с этим успешно. На сегодняшний день наш регион является одним из лидеров в Центральном федеральном округе по темпам наращивания коечного фонда. По словам губернатора Игоря Руденя, в Верхневолжье насчитывается более полутора тысяч коек для больных новым коронавирусом, большинство из которых оборудованы кислородными точками. При этом соответствует всем нормативам. Есть необходимое оборудование, дальше есть специальные шлюзы, которые разделяют инфекционное отделение, так называемую, красную зону от общей больничной зоны. В настоящее время в Верхневолжье начался третий этап развертывания дополнительных специализированных мест для лечения пациентов с COVID-19. Всего же по итогам четырех этапов планируется создать более двух тысяч коек. До конца мая планируется развернуть всего более двух тысяч сто коек. Еще 520 будет в резерве. Также в ходе прямого эфира губернатор еще раз напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры личной гигиены, пользоваться медицинскими масками и перчатками, ограничить поездки в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеке для выголов домашних животных или выноса мусора. Добавим, что на сегодняшний день в регионе подтверждено 1242 случая новой коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 23 человека. Всего 756 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 472 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.